Приветствую, это вашего первого гостя, политехнолога и публициста Станислава Белковского. Приветствую вас. Приветствую, Станислав. Да, ну вот, уже есть информация о том, что 900 человек, количество погибших израильтян в результате нападения Хамас, об этом говорит CNN. Израильские СМИ информируют, что в ходе нападения около 2300 получили ранения. Одной из первых целей нападения боевиков, как вы знаете, стал музыкальный фестиваль Universo Parallelo Israel Edition 260 человек, 260 погибли в результате нападения фестиваля. Буквально сегодня узнал об этом названии и вспомнил с содроганием, что в 2005 году я был на этом фестивале в Марокко. Он проходил, и все это жуткие кадры того, как это происходило. Добровольцы из поисково-спасательной группы ЗАГ обнаружили именем, что статен в Сибири, расположенном близ границы с сектором газа. Об этом сообщает The Times of Israel. В результате нападения был полностью разрушен боевиками Хамаса. Там проживало около 1000 человек. Ну и после нападения боевиков Хамаса на Израиль, в результате ответных ударов израильской армии всех переградов, поедем было, как минимум, 687 палестинцев. Местные медики оказали помощь 3726 раненым, раненым среди которых каждый десятый ребенок. Станислав, ну вообще сейчас уместно ли оценивать... Так, Станислав есть у нас на связи? Да. Я вас вижу, слушай, хорошо. Станислав, да-да-да. Станислав, многие уже это называют таким израильским... 9-11 называют это куда худшим событием, чем война судного дня 1973 года. Согласны ли вы с этой оценкой? Есть ли все-таки надежда, что сможет утихомирить сейчас всю эту ситуацию? Или это все кроваво и это все надолго? Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что такого количества потерь в день еврейский народ не знал со времен Холокоста. И многие сравнивают это с войной судного дня 1973 года, хотя та война, конечно, была гораздо более опасной для Израиля, поскольку само существование еврейского государства было поставлено под вопрос. И тогда против Израиля воевали мощные регулярные армии Египта и Сирии. Кроме того, за спиной Египта и Сирии еще маячил Советский Союз, который угрожал применением силы, если Израиль начнет явственно побеждать. А позиция Соединенных Штатов Америки была, как всегда, неоднозначной. Если Израиль побеждает, мы с Израилем. Если Израиль не побеждает, мы займем нейтральную позицию, удовлетворяющую самые разные стороны, в том числе, разумеется, и нефтяносные страны Персидского залива, чьи интересы и сейчас важны для Америки. Но нынешняя ситуация показательна тем, что, во-первых, сам Хамас это далеко не государство с регулярной армией. Это считалось чем-то гораздо более слабым в военном отношении. И этот Хамас сумел-таки поставить Израиль на уши и застать его врасплох. И в этом смысле, с психологической точки зрения, это действительно едва ли не хуже, чем война судного дня 50-летней давности, к юбилею которой Хамас организовал эту атаку. Правда, по несчастному вспадению, случившемуся прямо в день рождения Владимира Владимировича Путина. Сегодня Владимир Владимирович Путин, кстати, принимал в Кремле премьер-министра Ирака и сказал, что ситуация в Израиле – яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке. В переводе с путинского на другие языки, видимо, это должно означать, что это пример яркого успеха политики Российской Федерации на Ближнем Востоке, потому что Кремль с трудом скрывает удовлетворение происходящему. Мы можем обсудить, почему, с чем это связано. Да, ну разумеется, вы сказали, что, может быть, ненароком этот подарок был преподнесен, но, судя по реакции Путина, он этот подарок с радостью принял. Вы сказали о том, о его заявлении, что это гласит о провале региональной политики Америки и союзников. Сергей Марков, известный вам, вообще пошел, насколько далеко, он заявил, что это провал вообще всего мирового порядка, за которым стоят американцы, и поэтому плохой порядок нужно менять. Любой хаос сегодня выгоден Кремлю. И Кремль иногда сознательно прилагает усилия для хаотизации политических пространских процессов, как, например, это было с попыткой вмешательства в выборы президента США в 2016 и 2020 годах, когда Кремль не делал ставку на какого-то конкретного кандидата в американский лидер. Ему важно было дискредитировать саму демократическую процедуру и показать слабость и несовершенство американской политической системы. Что отчасти и случилось, далеко не только благодаря усилиям Кремля, но произошло. И вызвало большую радость у Владимира Путина. Сейчас, естественно, Путин рассчитывает на то, что война в Израиле отвлекает внимание от войны в Украине, что все слышнее голоса тех, в том числе в США, кто призывает сократить поддержку Украине, ужесточить контроль над выделяемыми ресурсами, как финансовыми, так и военными. Именно поэтому администрация Джозефа Байдена предложила Конгрессу, кажется, готовится предложить Конгрессу рассматривать поддержку Израиля и Украины в одном пакете, чтобы эти две поддержки не противоречили одна другой. Но оппоненты этой точки зрения, в особенности право и крыло республиканцев, настаивают на том, что поддержку Израиля надо увеличивать, а Украине сокращать, что не может Путина не радовать. Кроме того, Владимир Владимирович, видимо, еще рассчитывает сыграть определенную посредническую роль и в обмене пленными, и вообще в построении коммуникации между Израилем и Хамасом, поскольку Россия одна из немногих стран, которая не считает Хамас террористической организацией и поддерживает с нею легальные контакты с 2006 года, когда Хамас выиграл парламентские выборы в палестинской автономии, в так называемом палестинском государстве, квази-государстве. И поскольку правящее движение ФАТХ во главе с преемником Ясера Арафата Абумазаном не пустило Хамас к общенациональной власти, то Хамас захватил сектор газа, и с тех пор как бы у палестинских национальных администраций стало две. Администрация ФАТХа на западном берегу Риги и Ордан с администрационным центром в Ромале и Хамас в секторе газа. Поэтому здесь Кремль рассчитывает на значительные бенефиты от всего происходящего, и Путин чувствует себя демонстративно уверенно и напоминает о том, что полностью регулирован кризис может быть только с созданием суверенного полноформатного палестинского государства. Да, и мы уже слышим разговор о том, что Израилю нужно вернуться к границам 1967 года. Знаете, напоминает мне до начала войны в Украине заявление российских дипломатов «забирайте свои манатки». Это уже стало таким мемом к разговору о возвращении НАТО на границы до расширения на центральную Европу. Но вот вы сказали, что да, эти газы Кремля будут подхватываться и республиканцами, самыми трампийскими из них, Маджу и Тейла Гвин, известное вам имя, уже начинает строчить в своем твиттере о том, что нужно отслеживать серийные номера оружия, которые использует Хамас против Израиля, проверить, откуда оно поступило, из Орана и не поступило оно, из Афганистана и из Украины. То есть это вот с самого начала уже этой ситуации в Израиле, об этом сообщает украинская разведка, Станислав. И вот учитывая, что такая ДЭЗа вкидывается, указывает ли это на непосредственное участие все-таки России во все это операции или уже опосля, постфактум использует эту ситуацию себе на корость? Версия о том, что Хамас воюет западным оружием, которое перепродали террористическую организацию украинской власти, была брошена Кремлем 8 октября. Об этом говорили многие, в том числе и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и его заместитель по совбезу легендарный Дмитрий Медведев. Кремль дальше будет на этом настаивать, поскольку это еще один аргумент в пользу того, что США и союзники не должны поставлять много оружия Украине. Оно окажется в руках террористов. Более того, Биби Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля, неоднократно говорил, что он не хочет передавать Украине летальные вооружения, поскольку эти вооружения могут оказаться у врагов Израиля. Здесь как бы эти две версии сходятся в одной точке. Я думаю, тем не менее, что Россия и Российская Федерация не причастна непосредственно к атаке Хамаса, однако к ней могут быть причастны ключевые союзники РФ на сегодняшний день, в первую очередь Иран, и поэтому РФ что-то могла знать о готовящемся к кровавому мероприятию. Опять же, Израиль сегодня заявил, что он не располагает доказательствами причастности Ирана к нападению Хамаса, хотя о такой причастности прежде говорили израильские официальные лица в лице все того же президента Герцога и министра обороны Юава Галанта. Эти голоса звучат и в Вашингтоне. Но для Израиля сейчас самое важное, чтобы в войну в полном объеме не вступила иранская прокси-группировка Хизбалла, находящаяся на юге Ливана, потому что воевать на два фронта Израилю будет на порядок сложнее, особенно с точки зрения обеспечения безопасности гражданских лиц. Поэтому, видимо, Израиль хочет немножечко понизить тональность риторического противостояния с Ираном. Но я думаю, что без каких-либо инвестиций в этот проект, в том числе и саранской стороны, не обошлось, поскольку общая цель Ирана и Хамаса это сорвать подписание мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, которое выстраивается в развитии соглашения Авраама 2020 года. А для Хамаса отдельная цель это, если все же соглашение будет подписываться, чтобы там был предусмотрен для этой группировки жирный куш. И поэтому, собственно, вся эта война должна рассматриваться как огромная акция шантажа Израиля в преддверии его дальнейшего продвижения по пути примирения и союзничества с сонитскими монархиями Персидского залива. Станислава, ну вот и сказали, да, про продолжение авраамских соглашений, Abrahamic Accords, это был бы действительно большой куш. Для них абсолютно очевидно рассчитывал на Нобелевскую премию мира и уже окончательно вписанное в историю свое имя. Можно ли сказать, что мы уже стоим на, скажем так, находимся на похоронах этого соглашения или все-таки есть надежда, что разговор о нем возобновляться? Мы пока не находимся на похоронах, но если, как только начнется наземная операция Израиля в секторе Газы, переговоры о таком соглашении наверняка будут заморожены, поскольку Саудовская Аравия должна будет проявить исламскую солидарность. То есть, как минимум, движение к успеху этого проекта замедляется. Ну, вы сказали по поводу операции сектора Газа. Крайне она затруднена тем фактом, что, по некоторым оценкам, Хамас удерживает около 200, если не больше, заложников Израиля, обещали по одному убивать и делать видео, разумеется, снимать и показывать это после каждой ракеты, которая в сектор Газу. Ну, и мы знаем также, что это тоже очень опасная, это всегда и сложная стратегия для Израиля. В результате контртеррористических мер погибает палестинцев. Ну, будем говорить откровенно, да, в соотношении чуть ли не 10 или 20 убитых палестинцев, каждому убитому израильтянину, по крайней мере, об этом связывается в практике последних десятков лет. Это тоже крайне усложняет вообще всю израильскую интервьюстическую погибель в контексте того, что моментально практически меняется симпатии мира в отношении этого конфликта. Я думаю, что симпатии мира так или иначе зафиксированы. Те, кто поддерживал палестинцев против Израиля, так и останутся на своих позициях. Это касается и поддержки Израиля разными странами мира. То есть те же США все-таки доминируют силы, которые хотят победы Израиля, а не Хамас. От позиции США здесь многое зависит и от поддержки. Но, безусловно, для Израиля просто нет альтернативы сегодня наземной операции, поскольку важно уничтожить Хамас как субъект, как военно-политический субъект. Если этого не произойдет, значит, на следующем витке истории, когда снова пойдет разговор об оформлении палестинского государства, об участии Саудовской Аравии в становлении этого государства и финансировании системы государственных институтов этого пока де-факто не существующего государственного образования, значит, Хамас останется в игре и все получаемые им ресурсы будет использовать для развития своей террористической инфраструктуры и следующих атак. Поэтому, видимо, Израиль пришел к выводу, что даже ценой больших жертв он должен ликвидировать Хамас до того, как, собственно, переговоры об урегулировании ситуации в целом в бывшей подмандатной территории Британской Палестины выйдут на следующий этап. Ну, вот, возвращаясь к теме все-таки Нитаньяху, наш следующий гость это будет Игорь Каменко, он в своем блоге говорит, и отсуждая тему того, что все-таки Нитаньяху был замечен неоднократно в очень тружелюбных встречах с Путиным и в определенных симпатиях, и вообще есть подозрения того, что они во многом сотрудничают, и так далее. Насколько это так, насколько это именно ответственно за то, что Израиль очень скромно помогает и не помогает Украине военным образом вообще никак. И что может означать вот эта ситуация сейчас на юге Израиля? Можно ли говорить о том, что Нитаньяху все-таки пересмотрит свои отношения с путинской Россией? Биби Нитаньяху, безусловно, находится в давних прессах отношений с Путиным, но это не влияло качественно на позицию Израиля по поводу Украины, поскольку правительство Нафтали Беннета и Иерлапидо, при котором началась война в Украине, относилась к этому точно так же, как и Биби Нитаньяху. Они точно так же не помогали Украине, хотя с Путиным у них были достаточно прохладные отношения. Нафтали Беннет тогда рассказывал, что он там вносил свой вклад в то, что РФ не уничтожил Владимира Зеленского, но там у него концы с концами в показаниях не сходились, поскольку он был в Москве в начале марта 2022 года, а Зеленский уже принял твердое решение обороняться, а не бежать в первые же дни или часы на войны, поэтому никак повлиять на это Нафтали Беннет, который утверждает, что он позвонил тогда из Кремля Зеленскому и дал ему какие-то гарантии безопасности, разумеется, не мог. Это связано с общим скептическим отношением значительной части израильских элит к Украине, которая существовала всегда. И в противостоянии РФ и Украине, в многолетнем противостоянии, еще задолго до того, как это противостояние приняло характер прямой большой войны, Украина нередко подыгрывала Российской Федерации, я сам общался еще, начиная с 2004 года, с времен Оранжевой революции, с некоторыми представителями израильского политического истеблишмента, которые традиционно говорили, что национал-демократические силы в Украине у них во многом ассоциируются с антисемитским трендом, и поэтому при прочих равных они готовы поддержать Кремль с его ярко выраженным юдафильством и поддержкой еврейских организаций. Кроме того, на сегодняшний день Израиль зависим от позиции России в плане безопасности в Сирии, поскольку РФ фактически контролирует Башара Асада и определенную часть сирийской территории, тоже дает Израилю определенные гарантии, что с этой территорией, во-первых, не будет каких-то силовых действий и акций в отношении Израиля, во-вторых, что не будет никакого ответа на удары, на израильские удары по иранским прокси на ассирийской территории, что тоже важно для Израиля, особенно с учетом сближения РФ и Ирана на протяжении последних полутора лет на почве украинской войны. Поэтому здесь не все так очевидно, и не все зависит от фигуры Биби Нетаньягу. Другое дело, что, естественно, сейчас, когда РФ заняла половинчатую позицию и не поддерживает Израиль в чистом виде, конечно, это будет вести к нарастанию скепсиса в отношении РФ и в израильских элитах, и в израильском народе, которые, кстати, настроены в гораздо большей степени благожелательны к Украине, чем правящие элиты. Вы заявили, кстати, о половинчатой позиции, но вот главе Чечни, судя по всему, вообще дозволено горячо поддерживать именно Палестину, призывать мировое сообщество принять единогласное и справедливое решение по ситуации в регионе. И вот он буквально вчера обращается к лидерам мусульманских стран с призывом о создательнику коалицию. Прямая цитата. Мы поддерживаем Палестину, мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее. Так он заявил у себя в телеграм-канале. Также, также выразил готовность отправить чеченские подразделения в регион. Но опять-таки, можно ли предположить, что он тут играет в самостоятельную игру? Или это вот задел Путина игра на так называемый глобальный юг, на арабские страны, с тем, чтобы продолжать заручаться их уже не столь нейтральной такой, знаете, негласной поддержкой, а уже более активным действием по, скажем так, сотрудничеству с арабским миром? И то, и другое. У Рамзана Кадырова, безусловно, своя самостоятельная игра. Он хочет быть лидером и представителем, неформальным лидером и представителем исламской уммы России. В этом смысле налаживает отношения с суннитским миром в самых разных формах и появлениях. Известно, что, кстати, Хамас, вероятно, случайно обстрелял мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова, которая существует прямо на территории Израиля, в нескольких километрах от столицы Иерусалима, в деревне Абу-Гош. Она построена за чеченские деньги, ей там висит портрет отца Рамзана Ахматовича. То есть, давно уже Рамзан Ахматович активен на территории Израиля и в установлении такого типа контактов. И надо заметить, что он поддержал Палестину, не Хамас. То есть, тут нет ярко выраженной позиции, что Хамас прав. Потому что, собственно, палестинская национальная администрация, которая формально возглавляет, Махмуд Аббас, он же Абу-Мазан, вообще глубоко враждебен к Хамасу. Ясно, что в нынешней ситуации они как бы должны быть заодно, как братья по крови и вере. Но, конечно, успех Хамаса совершенно не выгоден этой палестинской национальной администрации, контролирующей хотя бы условно западный берег Игей-Ордан, сидящий в Рамале. Поэтому тут и позиция Кадырова тоже двойственная. Но ясно, что как представитель российских мусульман, он должен быть на мусульманской стороне. Так или иначе, педалировать важную для Путина тоже тему создания палестинского национального государства в полном объеме. Потому что, если Путину удастся продвинуться в этом направлении, то, опять же, его международные акции вырастут, вырастет его международная поддержка. И гораздо менее критическим станет отношение мира к тому, что он делает в Украине, к той войне, которую он развязал в Европе. То есть такая типичная многоходовочка. Да, Станислав. Ну а вот по поводу информации хотел услышать уже давайте породим немножечко про повестку в России. Кремль призывает иммигрантам не бояться возвращаться, несмотря на угрозы проверок ФСБ. Песков говорит, что граждане России, которые ехали из войны в Украине, мобилизации, в том числе в Израиль, могут спокойно вернуться в страну. Отказался при этом комментировать, что будет санаторием Чубайсом, которого в очередной раз заметили в аэропорту Израиля, теперь уже покидающего страну. Не стал об этом говорить. Включается ли в этот список ожидаемых назад с хлебом и солью тот же Чубайс. Я вот открываю буквально на первой странице сегодня Медузы. Вячеслав Володин говорит, что Магадан обеспечит. И мы ждем всех, кто желает победы нацистскому киевскому режиму, если они решат вернуться в Россию. Давайте посмотрим синхрон, пожалуйста. Когда говорим о релакантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелом по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечит. Так, Станислав, ну вы видите, знаете, противоречия в этих местах? Нет, я говорил сегодня об этом на YouTube-канале Белковский в программе «Доброго дня, малыши» только совсем недавно. Я противоречия не вижу, потому что Дмитрий Сергеевич Песков, призываю по случаю подписываться на YouTube-канал Белковский, Дмитрий Сергеевич Песков говорил, что обтекаемо, что Родина никому не угрожает. Он может иметь в виду, что угрожать никто не будет. Приезжаешь, сразу тебя сажают. Что угрожать-то? Угрожает только слабый, а сильный действует, бьет сразу, как любит утверждать Владимир Владимирович Путин. Это же говорит Вячеслав Викторович Володин. По сути, он действует заодно, и сегодня актив спецоперации «Зет», ее фан-клуб, всячески призывает арестовать Михаила Маратовича Фридмана, совладельца «Альфа-групп», который прибыл здесь в Россию после долгой разлуки, поскольку на прошлую неделю он прибыл в Израиль, чтобы наслаждаться всеми правами и возможностями гражданина этой страны. Но вот тут, как раз, началась война, и много слухов о том, не связано ли он, собственно, с прибытием Фридмана в Израиль, потому что Фридман известен своим агрессивным поведением в корпоративных войнах, и, может быть, Хамас понял, что союзничество Фридмана с властями Израиля опасно и рискованно, и решил ударить первым, опять же, как любит Владимир Владимирович Путин. Но ясно, что для русских релакантов, которые негативно относятся спецоперации Z во время войны в Израиле самым безопасным местом является сам Израиль. Ну, если они, конечно, там находятся, а если нет, то любая другая страна, кроме Российской Федерации. Станислав, а вот то, что Пескова, это уже не первый раз, когда они пытаются забереть всех покинувших Россию, а с самого начала у нас была такая цифра, помните, 100 тысяч, это были айтишники. Сейчас, я не знаю, есть ли у вас понимание, вот хотел бы услышать, есть ли у вас оценка, все-таки сколько россиян сейчас уехало и остаются сейчас за пределами России, и все-таки не является это демонстрацией того, что это крайне серьезный удар по российской экономике, тот факт, что лучшие, скажем так, кадры покинули страну. Кремль так не рассуждает, потому что все люди взаимозаменяемы, с точки зрения Кремля, это вопрос денег. Мамки новых нарожают, этот принцип действует не только на войне и в отношении военнослужащих. А Владимир Путин получил редкостную возможность быстро избавиться от всех несогласных с его курсом. Ему не нужно теперь никого уговаривать, все сами уезжают, кто не уезжает, тот оказывается в тюрьме, как Алексей Навальный или Владимир Кармурза, на какие-то гигантские сталинские сроки. В общем, это и было мечтой Владимира Владимировича, избавиться от всего несогласного с ним актива, несогласных с ним мыслящих людей. И это удалось сделать очень быстро, начав спецоперацию ЗЭП. Поэтому, когда будет делаться, вот недавно была опубликована «Кремлевская методичка», она опубликована в телеграм-канале Белковский, в частности, о том, почему очень успешным для РФ было военное вмешательство в Сирии, начавшееся ровно 8 лет назад, 30 сентября 2015 года. Там много аргументов, в том числе, что, в общем, ну так иначе, что мировой, это вторжение удовольствовало, позволило поколебать мировой порядок и лишить США значительной части их влияния. Вот в методичке об успехах спецоперации ЗЭП будет, среди прочего, сказано, что оно привело к невидной консолидации РФ народа вокруг Владимира Путина, потому что все недовольные и несогласные быстренько смотались. И никаким другим способом заставить их это сделать было нельзя. Александр, ну вот в конце хотелось все-таки вернуться к теме западной поддержки и все-таки на расчетах Путина, что мы тем докатанием, он все-таки добьется своего и поддержка, или совсем уже прекратится, или станет намного скромнее. Вы неоднократно говорили в своих блогах, в наших интервью о том, что расчеты крайне наивные, Запад не может себе позволить проиграть Украину. Это для Запада экзенциальный вопрос. Вот в контексте даже вот этой ситуации в Израиле и то, как сейчас Путин наладил мостик к трампийским конгрессменам, как они, по сути, ретранслируют тезы Кремля. Вопрос помощи, там, выделения 24 миллиардов очень сложный. Бюджет этот не одобрен. Да, мы слышим о том, что в Белом доме обсуждают обеднение этой войны и помощи Украине в Израиле в одном документе, и чуть ли не до 100 миллиардов Байден хочет запросить для Украины. Но вот ваш сейчас тезис о том, что для Запада это экзенциальный вопрос, он не поменялся? То есть, насколько наивны расчеты Путина? Лишь отчасти. Разумеется, Путин рассчитывает на то, что в 2025 году президентом США станет республиканец, а в республиканском лагере не только сильные скептические голоса относительно поддержки Украины, но и много рассуждений о том, что нужно вырвать РФ из объятий Китая. И чтобы вырвать РФ из объятий Китая, нужно пойти на какой-то компромисс. Но это не противоречит тезису о том, что позволить себе полностью проиграть Владимиру Путину Запад не может, поскольку это будет прямой победой тоталитаризма над свободным миром и над демократией и полной дискредитацией возможности демократии, на что Путин, в общем, и рассчитывает, поскольку одна из базовых смысловых линий, которую он проводит в жизни, стоит в том, что эффективен только авторитаризм и тоталитаризм, как его крайняя форма. А демократия, как управленческая модель, неэффективна в принципе и с каждым годом все меньше, и поэтому все-таки всячески подчеркивает нарастание хаоса на Западе и сам вносит свою лепту в нарастание этого хаоса. Но, тем не менее, естественно, судьба Украины в случае победы республиканцев в США будет сложнее, в этом нет сомнений, и война в Израиле тоже добавляет в общий котел, поскольку, действительно, Запад должен отвлекаться на войну в Израиле. Но то, что это ценностный конфликт, война в Израиле только обостряет это представление, потому что, собственно, фактически РФ подыгрывает на них Хамасу, то есть террористической организации. Да, формально это не так, нет доказательств, что РФ как-то в этом участвует, но если смотреть, с каким радостным визгом Кремль реагирует на войну, это значит, что оппоненты Украины и коллективного Запада, в общем, так или иначе, на одной стороне с Хамасом. И Западу нужно еще раз почесать свою премудрую голову для того, чтобы осознать, что это все означает в комплексе. Не позволить разорвать это все дело на отдельные фрагменты. И здесь Запад должен вспомнить все-таки о своих... В чем я согласен с Владимиром Путиным абсолютно, хотя он совсем другой смысл вкладывает в это высказывание. Запад должен вспомнить о своих христианских корнях. О том, что победа Запада в Холодной войне была достигнута во многом благодаря тому, что Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и папа римский Иоанн Павел II во время начала... в начале 80-х годов XX века вспомнили сами и напомнили всему человечеству, что это противостояние религиозного характера между свободным миром, который из мира аварамических религий, и тоталитарным государством религии коммунизма. Вот если этот конфликт примет некое религиозное измерение, тогда все акценты будут в нем расставлены верно. И пространство для компромисса будет достаточно узким. Ну вот, у нас буквально пару минут. Вы упомянули тему Китая-России, да, и я думаю, что вы, наверное, тоже намекали и на некоторых персонажей, которые вот успели прославиться и на республиканских праймерис. Тот же Вивик Рамасвами об этом сказал. То, что вот если мы Россию оставим все-таки в качестве союзников и друзей, если помиримся с Россией, мы таким образом предотвратим их дальнейшее слияние. И вот на это намекнул, судя по всему, и Сурков. Вот вопрос только, от кого эта инициатива такая исходит? Кто здесь инициатор этой идеи, кто подыгрывает, соответственно, уже на подхвате? Это двунаправленный процесс. Это позиция части республиканского эстеблишмента, это позиция Кремля, которая дает понять, что он не будет дружить с Китаем, а готов, хочет глобального севера, этого самого воспетого Владислава Юрьевича Суркова. Кстати, Китай тоже один из выгодоприобретателей нынешней войны в Израиле, поскольку эта война уменьшает вероятность реализации транспортного коридора Индии, Ближний Восток, Европы, Аймек, который Джозеф Байден анонсировал на недавнем саммите Большой Двадцатки в Нью-Деле конкурентного по отношению к китайскому коридору Один пояс, Один путь. Но РФ здесь не должна переоценивать, что она может вырваться из объятий Китая. Там вход рубль, выход три. Во-первых, какие обязательства Кремль уже на себя взял перед Пекином и не так просто будет от них отказаться. Так или иначе, пока обсуждение ситуации не выйдет с уровня интересов имени Хеннери Киссингера, на уровень ценностей имени Рональда Рейгана, полностью осмыслить, что именно должно произойти, мировым элитам не удастся. И они должны эту неожиданную и очень кровавую израильскую войну воспринимать как тревожный сигнал в этом смысле. Что надо, наконец, взяться за ум. Как сегодня в Израиле, наконец обсуждается с правительством национального единства, которое было бы оптимальным выходом из политического кризиса все предыдущие месяцы. Но пока не началась война, израильские элиты так и не могли прийти к этому выводу. Поэтому, может быть, эти войны сыграют свою очистительную роль в том, что у мировых элит немножко прояснится в мозгах относительно того, что происходит, почему происходит и как надо действовать, чтобы это не повторялось и чтобы силы авторитаризма и реакции не использовали постоянно военную силу и террористические акты в качестве инструмента шантажа свободного мира. Ну вот такой вот проблеск надежды и оптимизма сложной и такой достаточно пасмурной беседы с Станиславом Билковским. Спасибо и за это, Станислав, друзья, Станислав Билковский. Спасибо.